Девушки отдыхают Аккумулятор же есть? Давай, работай. Работай давай. Так, не хочешь? Сейчас мы тебя починием, сейчас мы тебя разберем. Сейчас мы с тобой сделаем все, что нужно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Елена, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что здесь? Это какая-то декорация? Ну, это собирательный, скажем, образ. Дело в том, что любой экспонат, любой реквизит, он может сниматься не в одном фильме. Ну, а животные, естественно, они подменяют в каких-то кадрах живых животных, где нужно мелькнуть всего на несколько секунд. Естественно, что живое животное ранить на съемочной площадке никто не будет. Просто делают рану, поливают ее имитатором крови, и когда человек на экране видит кровавое пятно... Раздает крупный план из этого места. Да, естественно. Оторваться он уже от этого пятна не может. Через секунду нам показывают кадр, где хозяин, допустим, по морде гладит живую лошадь, она может фыркать, дергать ушами, мы понимаем, что это живое животное. И человек не успеет сообразить. При хорошем осветителе, при правильном операторе, естественно, вы в кадре никогда не успеете догадаться, мелькнула там настоящая в поле лошадь или нет. Дальше там, я смотрю, целый двор какой-то. Эта декорация к фильму «Андерсон. Жизнь без любви» она уносит нас на 200 лет назад в город Оденс, где когда-то родился Гамс Кристиан Андерсон, и в город Копенгаген, где впоследствии он жил. Домики города Оденса, и тут же стоит фонтан, который на самом деле стоит в городе Копенгагене. Получается, развернули план, и вот уже совершенно другой город. Совершенно верно. Так же и на съемочной площадке. Одна улица была улицей города Копенгагена, другая улица была городом Оденсом. Елена, а вот я вижу здесь красивые костюмы. Я догадываюсь, это Восток. Знаете, костюмы нас уносят в Древнюю Персию, где царица Персатида из ревности отравила невесту своего сына. Здесь царицы нет? Есть царь. Конечно же, это все стилизация, и нужно воспринимать это действительно как исторические костюмы. Вот здесь я вижу какую-то душераздирающую сцену. Эта история, она уносит нас уже в средние века в Рим, где считалось, что самое такое действенное лекарство для человека, который принял случайный яд, это купание в крови свежеубитого быка. Это чучело, оно было сделано специально для съемок, а вот для зрителя, чтобы показать, что этот бык первой свежести, действительно на съемочную площадку привозили живого быка. Небольшая съемка, казалось бы, сделали-то всего 4 дублик. В момент прохода быка по декорациям на колосниках в павильоне стоят даже снайперы с пулями снотворного, чтобы, если что случится, усыпить сразу быка. Елена, а здесь я вижу транспорт 19-го или 18-го веков. Это настоящее или это тоже творение художников? Конечно, можно сказать, что это реквизит, потому что это участвует в съемках, но это действительно стопроцентный подлинник. Как утверждают реставраторы, в этой коляске еще даже ни одного шурупа не поменяли. Это середина 19-го века. Наши машины – это те же самые актеры, и они могут менять свой облик. Это как? Ну, «Волга», например, если вы помните фильм «Берегись автомобиль», она должна была быть бежевого цвета. Кстати, один из наших автомобилей снялся в знаменитом фильме, который снимался на Горьковской киностудии. Это фильм «17 мгновений весны». Вот этот «Мерседес». Совершенно верно. Причем обратите внимание, какая у него хорошая кинокарьера на Мосфильме. Вы знаете, у актеров иногда говорят «актер одной роли». Получается, что этот «Мерседес» точно так же актер одной роли. Все его вспоминают как «Мерседес Штирлиц» и все. Когда я первый раз увидел эту декорацию, когда пришел в музей, я подумал, что это для каких-то съемок, например, пожара. Этот макет съемочная группа использовала для разработок боевых действий во время съемки. Огромную деревню пришлось выстроить, если это в масштабе представить себе. Да, это была достаточно большая деревня, причем дома строились действительно из старых бревен. Дело в том, что из всех материалов старое бревно сделать именно как старое бревно, отфактурить его тяжелее всего. То есть проще взять бросовые материалы, тогда это ничего и фактурить не нужно. Совершенно верно. Елена, огромное вам спасибо за экскурсию. Я знаю, что не часто можно попасть в музей киностудии «Мосфильм». Это очень трудно. Нам повезло. Спасибо вам большое за предоставленные возможности, за интересную экскурсию. Пожалуйста. Так считаешь, тебя уже можно допустить до настоящей техники? Не знаю. Сомневаешься? Значит, ты уже на верном пути. Назначаю твоим наставником Алексея Синьковского, начальника комплекса операторской техники. Алексей, что это такое? Так выглядит базовый комплект кинокамеры перед тем, когда ее собрать. Конечно, всяких составляющих намного больше, но это вот то, что точно будет на съемочной площадке. Давайте будем разбираться. Это штатив. С этого все начинается. Мы берем площадку, в которой есть вот такая плата. Она ставится на штативную уголоску. Можно я попробую? Да, пожалуйста. Значит, нужно попасть вот этой штукой вот сюда. Вы услышали такой щелчок. Это значит, что она зафиксировалась. Ой. Все, она надежно закреплена. Сюда уже будем ставить что? Сюда будем ставить уже тело камеры. Тяжелое какое-то. То есть вот эта камера, она вообще без всего? Это пока просто камера с площадкой, с плечевой поддержкой и видоискатель. А мы должны вот этой площадкой попасть в этот паз на эту площадку. И как по рельсам начинаем ее задвигать. Вот здесь защита есть? Да, здесь есть защита обязательно. И сзади она тоже есть. Обязательно нужно затянуть этот флажок. Он ее фиксирует для того, чтобы камера не клевала ни вперед, назад, а всегда держала одно положение на штативной головке. Ну, пока еще эта камера маленькая. Такое тельце, конечно, все навороченное. Что теперь? Оператор, зная, что мы будем снимать, говорит, какой объектив нужно поставить. А что здесь за настройки? У объектива есть шкала диафрагмы с диафрагменными числами, шкала фокусировочная, переднее кольцо. Да, это фокус. Установленный объектив. Откручиваем байонет. Байонет это что? Место крепления объектива. Там что находится? Сенсор, матрица. Вот зеленого цвета. И защитное стекло, которое защищает датчик. Берем объектив. Очень важно попасть вот этим пазиком вот сюда. И затягиваем эту крышку. Все, объектив у нас надежно установлен. Ну, тоже вроде несложно, я бы справился с такой задачей. Кажется, что это несложно. Дальше мы устанавливаем аккумулятор. Камеру нужно от чего-то запитать. Ставится вот сюда, на заднюю площадку. Вот эту часть нужно попасть сюда, и батарея надежно будет закреплена на корпусе. Так, раз, два. До щелчка, все. Хорошо, дальше. Дальше есть два варианта установки фулу-фокуса. Устройство, которое позволяет управлять фокусом объектива. Руками никак нельзя? Руками не всегда возможно, это неудобно. Потому что камера бывает на высоте 15 метров на кране. Поэтому фокусом занимается отдельный человек на площадке. Еще называется ассистент-оператор по фокусу. Это механический фулу-фокус. Здесь две рукоятки с двух сторон и колесо, вот эта шестеренка, которое передает движение вот от этой рукояти на шкалу объектива. Ставится это устройство на так называемые суппорта. Это вот такие вот, похожие на барабанные палочки, две железки. Ставятся они вот сюда. Предварительно нужно посмотреть, чтобы флажки вот эти были свободны. И вторую так же делали. Да, и вторую так же. Теперь флажки эти нужно зафиксировать. Раз, до упора. Если мы ставим механический фулу-фокус, делается это вот так. Вот мы его заводим сюда и одеваем на эти суппорта до щелчка. Дальше мы затягиваем колесико. Все, он надежно закреплен. Если оператор с этой стороны... Буду оператором. Я здесь. ...то ассистент по фокусу, например, здесь. Подводим это колесико и вот этим флажком фиксируем. Есть маркировочные кольца, на которые наносится разметка. Например, если определены точки для актеров, по каким точкам исследовать, можно нанести и точно, выставив метку, эти точки попадать. То есть ты просто знаешь, в какой момент, на какой точке... Конечно. Ты одновременно следишь за движением актеров и одновременно поправляешь фокус. А если актеры не ставят на точку? Для этого и существуют репетиции. Еще вариант – это радиофокус. Такой же самый модуль. Устанавливается он также на суппорт. Мы его сюда заводим, вешаем, подводим и фиксируем. Подключаем моторчик к камере, только без лишних усилий. Вот. Щелкнуло. Значит, он надежно там закреплен. Теперь включаем камеру. Она увидела моторчик и спрашивает, откалибровать сейчас объектив. А что это значит? Часть, которая происходит в управлении шкалой фокусировки, она не понимает, какие пределы объектива. Поэтому нужна калибровка. Нужно задать пределы. Нажимаем вот эту кнопочку. Кольцо начало крутиться. Изучает? Изучил. Мы откалибровали. Радиофокус понял, где у него конечная точка, где начальная. И вот теперь, вот вы видите, я поворачиваю, и на шкале, посредством мотора, у нас кольцо фокусировочное крутится. То есть это та же история, что и с механикой? Конечно. Он передает один в один мои движения? Если он будет работать с запозданиями, актер будет перемещаться быстрее, а фокус будет за ним запаздывать. Очень удобная штука, на мой взгляд. Да. Дальше. Это называемый компендиум. В данном случае это маленький легкий компендиум, который одевается не по переднюю оправу объектива. Компендиум защищает от паразитного света. Плюс ко всему его функциональное значение еще это установка фильтров. Это фильтры-держатели, в которые вставляются фильтры перед объективами. А для чего фильтры? Либо для создания каких-то спецэффектов, либо для коррекции изображения на площадке. Вот она уже совсем у нас похожа на кинокамеру. Вот так выглядит базовая камера. Сейчас ее можно отправить, скажем, в соседний павильон, в таком виде подключить, и все, и можно работать. Ну, подключить монитор для контроля, да, и, собственно, можно работать. Спасибо большое, Алексей. Особенно спасибо за возможность поучаствовать в сборке камеры. Где мне еще такое доведется сделать, наверное, только работая кинооператором. Спасибо вам. Ну что, набрался ума разума? Камеры больше ломать не будешь? Нет. Вот и молодец. Ты заслужил дополнительный урок. После него можешь отправляться снимать свой первый фильм. Алексей, что это за устройство? Это устройство называется крашбокс. Когда в кино нужно в кадре сделать какой-то взрыв, переворот машины, скинуть камеру с какой-то высоты, нужно камеру обезопасить, упаковывать в некий такой ящик. Чтобы не сломалось. Чтобы не сломалось, да. Этот ящик тяжелый из очень толстого металла. А пружины нужны для чего? Камера современная, дорогая. Для того, чтобы ее использовать в этом крашбоксе, нужна некая площадка, которая будет являться таким демпфером, гасить вибрацию и какие-то движения, которые могут ей навредить. Выглядит это вот так. Устанавливается камера, прикручивается болтами жестко. Вот к этой площадке? Да. Берется вот эта крышка, у которой есть верхняя площадка, тоже с пружинами. Это тоже из такого же металла сделано? Да. Вот так вот она ставится, затягиваются болты, камера готова к работе. Получается бронированная камера. Да. Понятно, спасибо. Успел придумать, о чем будет твой первый фильм? Пока нет. Хотя? Только не разглашай свой замысел. Я в любом случае увижу твое творчество. Остальные пусть ждут премьеру. Пускай, пускай. Отправляйся творить. Даже Микки Маус мог бы снимать кино, если дать ему хороший сценарий, актеров и техников, сказал директор Великобританского национального театра Николас Хайнтнер. А юный техник добавит, что снимать кино на собственноручно созданной аппаратуре вдвойне интереснее. Приблизиться к киномечте поможет школьный курс физики. Важно также обладать такими качествами, как амбициозность, уверенность в себе, творческая смелость, техническое мышление и, конечно же, упорство. Кино – это прежде всего команда. И создавать кинотехнику также важно вместе с единомышленниками. И при поддержке опытного наставника их можно найти в кружках при профильных вузах. Юному создателю кинотехники рекомендуется к прочтению следующая литература. Евсей и офис. Фотокинотехника. Энциклопедия. Борис Коноплёв. Основы фильма производства. Игорь Гордечук. Владимир Пель. Справочник кинооператора. Константин Глазман. Электроника в кинотехнике. И Александр Мита. Кино между Адом и Раем. Регулярный просмотр программы «Юный техник» обязателен. Дерзайте, и у вас всё получится. Кинематограф будущего готовит нам встречи с новой реальностью. Компактные, лёгкие, умные камеры подарят совершенное изображение. Благодаря новым технологиям станет непросто отличить, где заканчивается кино и начинается жизнь. Работа актёра станет более безопасной. Исполнение трюков доверит графическим существам. Наряду с традиционными появятся фильмы, в которых все роли будут исполнять создания с искусственным интеллектом. Стать сценаристом, режиссёром и актёром в собственном фильме сможет каждый. Появится комната грёз, наполненная генераторами оптических иллюзий. Лазерные декорации и реквизиты из умного ультрапластичного материала позволят приступить к съёмкам практически сразу, после написания сценария. Каждый день в кинолабораториях появляются новейшие технологии и тут же оказываются внедрёнными в фильмы производства. Поэтому, если вы полны технических решений для мира кино, скорее запрыгивайте в поезд братьев Люмьер. Скучно не покажется. Пока я пишу сценарий своего первого фильма, не теряйте даром времени и вы. Присылайте письма с вопросами на наш электронный адрес utsobaka.tv И, быть может, именно вас я возьму соавтором. Берегите технику, и она, несомненно, поможет превратить ваши фильмы в шедевры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова